В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Сегодня отмечается День российского кино. Мне предложили попробовать работу киномеханика, ученика киномеханика в кинотеатре. Быстро и без очереди в Видновской детской поликлинике работает кабинет «Справка в один шаг». Конечно, удобно, с учетом того, что очень много населения в новой части видно. В центральной библиотеке открылась фотовыставка работ юных видновчан «Малая родина. Лазами детей». Взрослый взгляд, он достаточно технический, такой геометрический, а детский взгляд, он в основном все-таки ловит момент. 27 августа все причастные к кинематографу отмечают свой профессиональный праздник – День российского кино. Этот день важен и для коллектива Видновской дирекции киносети, в состав которой входит кинотеатр «Искра», газета «Видновские вести» и наш телеканал. С его сотрудниками встретился глава муниципалитета Дмитрий Абаренов. Кино в России – один из популярнейших жанров в искусстве. Ежегодно в стране снимают огромное количество фильмов на разные темы. На премьерах собираются толпы зрителей. Самым старым кинотеатром «Видном» остается «Искра». Его сотрудники – настоящие любители кинематографа, посвятившие этому искусству свою жизнь. Мне предложили попробовать работу киномеханика, ученика киномеханика в кинотеатре. Работа мне понравилась. Весь следующий учебный год я также совмещал и учебу в школе еще тогда, и работу в кинотеатре. Осенью сдал квалификационный экзамен, получил киномеханика третьей категории, и с тех пор уже без малого почти 20 лет работаю в кинотеатре. Именно здесь прошла встреча главы муниципалитета с коллективом Видновской дирекции киносети. Сотрудников кинотеатра, корреспондентов и редакторов газеты «Видновские вести» и нашего телеканала Дмитрий Абаренов поздравил с Днем российского кино. В неформальной обстановке сотрудники киносети смогли напрямую пообщаться с главой муниципалитета. Обсудили все, от проблемных тем, поднимаемых в округе, до любимых книг. Вы согласитесь к критике, увлекуемой в муниципальных именно с ней? Без критики. А как исправлять ситуацию без критики? Мы же тоже не всевидящие, не все замечаем. Главное, чтобы эта критика была справедливой. Сегодня, я думаю, беседа удалась. Такие встречи помогают нам понять, что хотят от нас и в то же время услышать нас. В празднике виновники торжества не только получают подарки, но и загадывают желания на будущее. Своими планами поделился директор киносети. Из самых глобальных проектов, наверное, хотелось бы подарить вторую жизнь кинотеатру. То есть это, естественно, реконструкция частичная, какая угодно. Но так как кинотеатр строится начинался в 1978 году и в 1985 уже был введен в эксплуатацию, и с этого времени ни разу не проводилось ни капитального ремонта, ни реконструкции, то это, наверное, самая главная задача. И надеемся, что такой амбициозный проект будет реализован. Отметить День российского кино можно уже в эту субботу. «Искра» участвует во всероссийской акции «Ночь кино» и ждет зрителей на сеансы. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Получить справку в детский сад, школу, бассейн, спортивную секцию, рецепт на молочную кухню или направление можно быстро и без очереди, не посещая при этом районного педиатра. Все это можно сделать в кабинете «Справка» в один шаг в Видновской детской поликлинике. Туда и отправилась наша съемочная группа. Дышим носиком, дышим. Еще. На ушки надавливаем, не больно? Конец августа. Жаркая пора для детских поликлиник. Все возвращаются из отпусков. Ребята готовятся вновь пойти в детские сады и сесть за школьные парты. Во многих учреждениях образования необходимо предоставить справки о здоровье. В помощь детворе и их родителям в Видновской поликлинике вот уже полтора года работает кабинет «Справка в один шаг». Намного быстрее попасть справку в один шаг. И мы наблюдались у педиатра. То есть мы сдали уже все анализы. Нам только получить направление в садик. Поэтому проще было записаться именно в этот кабинет. Педиатру намного тяжелее попасть. То есть и людей больше, и время ожидания дольше. Вот. Здесь быстро все. Здесь можно получить справки в детский сад и школу после отпуска и болезни, справку в бассейн и спортивную секцию, рецепт на молочную кухню, выписать различные направления. Справки по диспансеризации. Там, значит, если есть какая-то патология, освобождение от физкультуры. Это для школы такие. Вот. Потом справки идут у нас об эпидобстановке. Вот дети, которые ходят в спортивные секции, вот дети, которые участвуют в соревнованиях. Софья Шарова пришла на прием вместе с трехлетней дочкой Алисой, которая 1 сентября пойдет в детский сад. Специалисты пройдены, анализы сданы. Осталось оформить медицинскую карту. С этим тоже могут помочь в кабинете справка «Один шаг». Конечно, удобно. С учетом того, что очень много населения в новой части видного, конечно, много деток. И сейчас это гораздо проще, быстрее. То есть вот у меня у старшей дочери, ей 14 лет сейчас, в год мы могли по 4 часа стоять к одному специалисту. Каждый день через кабинет справка «Один шаг» проходит более 60 человек. Особенно популярны понедельники и пятницы, говорят медики. Кабинет работает с 8 утра и до 8 вечера, по будням, а также в субботу с 9 до 14 часов. И не забудьте предварительно записаться на прием. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ». У телеканала «Видное ТВ» появился серьезный конкурент. Это центральная библиотека округа. Ее сотрудники получили главный приз в номинации «Лучший сценарий» на одном из международных кинофестивалей. На него они отправили серию исторических очерков под общим названием «Билет в историю». С коллегами пообщался наш корреспондент Максим Козлов. В ряду многочисленных наград центральной библиотеки появилась еще одна и довольно необычная приз в номинации «Лучший сценарий цели очерка» пятого ежегодного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце». Режиссер и оператор признаются, для них эта высокая оценка стала абсолютно неожиданной. Когда ты снимаешь какой-то очерк, можно сказать, для себя, для своих читателей, для своих зрителей, для своей привычной аудитории. И когда сказали, что мы будем участвовать там в каком-то конкурсе такого уровня и наравне с профессионалами конкурировать, и еще в итоге и заняли такие места, то, конечно, это было неожиданно, приятно, это прям был фейерверк эмоций. Награду сотрудники центральной библиотеки получили за цикл очерков, в которых рассказывается об истории усадеб Суханова и Горки. Два телеочерка мы сняли пока. Это усадьба Горки и усадьба Суханова. И мы назвали именно цикл очерков вот так. Билет в историю, станция, а потом идет название той усадьбы, которую мы представляем. Изначально планировалось, что очерки будут размещены на сайте библиотеки. Стоит отметить, что в период пандемии сотрудники учреждения провели более 300 онлайн мероприятий, но к этой истории решили подойти более ответственно. Когда снимаешь просто для своей странички в Инстаграм, даже если это рабочая страничка, это немножечко другие задачи. А тут надо было и ракурс искать там нужный, и смотреть, чтобы в кадре картинка и задний план смотрелись. Специального съемочного оборудования не было, зато желания и любви к родному краю хоть отбавляй. Все снималось на обычный телефон. И, ну, в общем, мы не профессионалы в этом деле. Но мне так хотелось рассказать о наших усадьбах, рассказать о тех исторических местах, которые находятся в нашем городском округе. В библиотеке режиссер Марина Андрианова заведует отделом обслуживания. Оператор Ольга Лукина – библиограф. В работе над очерками пригодился опыт съемок местных мероприятий. Мы снимаем все мероприятия, которые проходят у нас в библиотеке. Мы фото и видео. Репортеры, скажем так. Мы же их и описываем. Так что какой-то минимальный опыт у нас все-таки был. На подготовку каждого сценария у Марины Андриановой ушло около двух недель. Каждая съемка – более пяти часов и порядка десяти дней монтаж. Мастера отмечают, что с главными сложностями столкнулись именно во время съемочного процесса. Это было снято зимой, но с красный мороз. Очень было тяжело, честно скажу. И оператор у нас замерз, и я замерзла. И техника иногда подводила. Нам пришлось даже камеру подзаряжать, потому что из-за мороза быстро аккумулятор садится. Искать лучший кадр, лучший план, и с какой стороны ее интереснее заснять. Потому что все время с одного плана снимать неинтересно, поэтому ты то там лег, то присел, то подпрыгнул вместе с камерой, и ты как-то там снимаешь. Трудности не разочаровали, а закалили участников процесса. И впереди у них новые творческие поиски и съемки очередных исторических очерков. И можно быть уверенным, другие награды у них тоже будут. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно это. Малая Родина глазами детей. В Центральной библиотеке открылась фотовыставка с работами юных видновчан, где они своим свежим взглядом сопечатлели родные места, важные события в жизни города. Наша съемочная группа посетила экспозицию. Видно я в снегу и летом. Такие знакомые всем уютные улочки, достопримечательности. На стенах Центральной библиотеки заботливо развешаны более 40 фоторабот. Из недавно открывшейся экспозиции «Малая Родина глазами детей». Авторы снимков – ребята из фотокружка «Инициатива» при МБУ «Энергия». Коллаборация учреждений культуры, такое вот тесное сотрудничество, оно всегда дает какие-то ростки и выливается в такие проекты интересные. Свежий и непосредственный взгляд детей и подростков на родной город, на людей, которые их окружают. Ребята снимают на телефон и на профессиональную камеру, а обработку берет на себя фотохудожник Владимир Панов. Уже более четырех лет он в кружке «Инициатива» учит юных видновчан искусству фотографии. И работа эта очень интересная, ведь детские глаза часто видят совершенно по-особенному. Взрослый взгляд, он достаточно технический, такой геометрический, а детский взгляд, он в основном все-таки ловит момент, момент эмоций, чувства, необычность. Это самое главное, чтобы дети умели видеть чувство прекрасного, необычность, красоту, нестандартность. Любимый жанр Максимилиана Колесника – портреты, а еще он с удовольствием снимает природу и животных. Фотографов всего восемь, но к делу мальчик подходит основательно. Надо поймать какой-то кадр красивый и фотоаппарат надо ровно держать. И там есть такая специальная ниточка, которая держит, чтобы попарать. У него полы, фоткаешь. Издалека представленное фото выглядит как картина, и это отличная возможность по-новому посмотреть на наш город. Мы порой ходим и не замечаем даже вокруг нас эту красоту, но дети, видите, как хорошо взяли и занялись таким прекрасным делом фотографировать наши достопримечательности города. Выставка продлится еще целый месяц, а всех желающих учиться фотографировать в сентябре ждут в кружке «Инициатива». Занятия бесплатные. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно-ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.